Архивной службе МРИЛ 100 лет. Круглую дату хранители документов и рукописей отмечают 8 сентября, но готовиться к ней начали заранее. О том, что таят в себе фонды государственного архива и чем занимаются архивисты, расскажем далее. 2,5 тысячи фондов, более полумиллиона документов, которые размещаются в трех архиво-хранилищах общей площадью 2,5 тысячи квадратных метров. Государственный архив МРИЛ – это огромный комплекс, цель которого – сохранить ценные документы, свидетельствующие о самых разных событиях из истории республики. Сегодня трудно представить, что когда-то архив занимал небольшую комнату. Президент Мориско-Областного исполнительного комитета от 8 сентября 1922 года постановил областной архивный отдел организовать на должность заведующего этим отделом назначить сотрудника областного отдела управления Ивана Иларионовича Гаврилова. Трудности были, конечно же, и с недостаточным финансированием, не было квалифицированных кадров, не было специального оборудования, помещений. Вот в январе 1923 года выделили небольшую комнату площадью 10 квадратных метров здания Мориско-Областного исполнительного комитета. В следствии чего это здание не сохранилось. Имеется такая вот ценная фотография этого здания. И ходилось огромное количество поступивших документов хранить в чулане под парадной лестницей, в чердачном помещении наверху крыши этого здания. И вот несмотря на эти трудности, архивистам 20-х годов пришлось сделать огромную работу. Работы было действительно много, так как не все понимали всю ценность архивных документов. И отдельным энтузиастам приходилось создавать систему хранения и учета важных экземпляров практически с нуля. В 20-х годах минувшего столетия в Мориско-Автономной области, как и во всей стране, наблюдалась острая нехватка бумаги, пищей бумаги. И наблюдалось преступное уничтожение архивных документов. Архивные документы использовались на плакаты, использовались в качестве канцелярского материала, продавались на рынке, расхищались, уничтожались. И вот в такой ситуации архивистам пришлось приложить немало усилий для того, чтобы выявить эти ценные документы, собрать в одном месте документы. Они собирали в различных учреждениях, ведомствах и даже у частных лиц. И вот эта работа тоже стоила много времени. И приходилось собирать все покрупиться. В подавляющем большинстве документы представлялись в огромном количестве. Они исчислялись вазами, в пачках, килограммами. Так, например, в 1925 году поступил архив бывшего царикокшайского уездного казначейства, который состоял из 16 вазов. Это не просто старые, пожелутевшие от времени листы бумаги. Это наша история. Притом здесь можно найти как общую информацию о развитии региона, так и проследить судьбу отдельного человека. В нашем архиве хранятся коллекции метрических книг церквей и мечетей. Царёкокшайского, Казмодемьянского, Ядринского уезда Казанской губернии, Яранского, Уржумского уезда Вятской губернии и частично Васильского и Макаревского уезда Нижегородской губернии. Всего у нас на хранении в коллекции имеется 1666 единиц хранения. Самая древняя метрическая книга датирована 1722 годом. То есть это как раз в это время Пётр I обязал всех православных регистрировать акты гражданского состояния, как мы сейчас говорим, то есть смерть, рождение и бракосочетание в церквях. Если хорошо изучить метрические книги разных лет, можно встретить действительно уникальные документы. Книга записи актов гражданского состояния отдела ЗАГС, который находился при Казамодемьянской кантонной милиции за 1925 год. И здесь мы увидим запись о рождении Ишпая Андрея Яковлевича. Возможность изучить историю нашей республики из первоисточников и привлекает в архивном деле Татьяну, которая работает здесь уже пять лет. Кто-то скажет, что это скучно работать в архиве, каждый день копаться в пыльных старых бумагах, но я с этим не соглашусь, потому что каждый день, листая документы, дела, я узнаю что-то новое. То есть в каждом документе какой-то интересный факт из истории республики, может быть судьба какого-то человека, история его жизни. Кроме того, я во время проведения выставок, обзорных экскурсий общаюсь со множеством людей, от которых я тоже узнаю что-то новое, то есть обмениваюсь с ними своими знаниями. Сейчас Татьяна заканчивает работу над созданием выставки, посвященной столетию Государственной службы республики. Давайте посмотрим на ее работу изнутри и заодно узнаем, чем еще занимаются хранители ценных документов. До этого времени в моем понимании, как, наверное, и многих людей, архив был своего рода складом бумаг, а работа архивиста заключалась в исполнении запросов, выдаче архивных справок. То есть я представляла, что когда я приду работать, я тоже буду исполнять запросы, выдавать справки. Но уже с первых дней я поняла, что это совсем не так. Работа архивиста очень многогранна, начиная с отбора документов на хранение, формирования архивного фонда, затем обеспечения сохранности, реставрация, цифровка, ну и заканчивая использованием документов, чем, собственно говоря, я и занимаюсь. Это подготовка выставок документов, проведение обзорных экскурсий по архиву, это выдача архивных справок, выдача дел пользователям в читальном зале, написание статей, подготовка радио и телепередач, ну и также подготовка сборников документов. Нет документа, нет и человеком. Господин Коровьев из «Мастера Маргариты», будучи в свите Воланда, прекрасно разбирался во всех ядрасплетениях человеческой жизни. Эти скрепленные печатью, размашистые подписью, свидетельства всех значимых событий нашей жизни давно стали непременным атрибутом нашей цивилизации. И тем почетнее работа людей, которые бережно хранят эти документы для будущих поколений.